Всем привет! С вами канал Космостар. Спортсменка блистала на льду в паре с Александром Жулиным еще в 90-х, но поклонники фигурного катания до сих пор не могут забыть блистательную Майю Усову. Ее называли самой женственной фигуристкой, восхищались талантом и красотой Усовой, но даже представить себе не могли, что эта хрупкая девушка переживала в то время, когда вблизи не было фото и телекамер. Майя Усова прошла за свою спортивную карьеру через множество испытаний, но смогла простить всех своих обидчиков и обрести счастье, пусть и немного позже, чем хотелось. Майя Усова встала на коньки довольно поздно. В то время, когда ее коллеги впервые выходили на лед в возрасте 4-5 лет, Майя только в 8 впервые попала на каток в своем родном горьком. Тренер Ирина Дружкова сразу обратила внимание на девочку, она обладала природной грацией и удивительным трудолюбием. Уже через 6 лет она не только догнала, но и обогнала своих ровесниц, начинавших тренироваться раньше, чем она. Майя Усова выступила в паре с Алексеем Баталовым на зимней спартакиаде народов СССР. Ребята заняли среди юниоров всего 18 место, но для них это была реальная первая победа. Ей было 16, когда тренер Наталья Дурова, которая перешла спортсменка, поставила ее в пару с Александром Жулиным. Их дуэт многие называли самым красивым и гармоничным, фигуристам удалось многого добиться. Они стали чемпионами СССР, Европы и мира, занимали призовые места на чемпионатах Советского Союза. Взяли золото на зимней универсиаде в сезоне 84 и 85 года и несколько раз поднимались на верхнюю ступеньку пьедестала почета турнира. На протяжении 17 лет они катались вместе, да к тому же в течение нескольких лет состояли в законном браке. Майя Усова всегда выходила на лед с лучезарной улыбкой на лице, она буквально жила в танце. Но никто и представить себе не мог, сколько всего этой обаятельной девушки пришлось вынести от человека, который находился с ней рядом практически круглосуточно. Много лет спустя, Александр Жулин признается, никакой большой любви между ними не было. Их брак, скорее, стал естественным продолжением спортивной истории. Майя перебралась в Москву из Горького, но в столице жить ей было негде, поэтому родители Александра предложили Майе жить у них в Королеве. И теперь Александр и Майя были круглосуточно вместе. К тому же они много тренировались, знакомиться с ровесниками им было некогда, да еще женатым спортсменам давали в то время квартиру, вот они и поженились. Но прямо каких-то пылких чувств Александр к Майе не испытывал. Однако в то время в своих интервью пара рассказывала о том, что они вместе счастливы, Майя с удовольствием занимается делами, а ее муж следит за тем, чтобы она не слишком уставала, буквально силой усаживая ее с книгой на диван. Но отношения в паре никогда не были радужными. За 17 лет совместного катания она слишком хорошо узнала Александра. Трудно себе представить, но Майя на протяжении всех этих лет терпела побоя Джулина, которому должна была доверять и на кого полагаться на льду. Однажды фигурист так избил жену, что ей было даже стыдно ехать в одном автобусе со всей сборной, потому что выглядела она просто ужасно. К тому же муж постоянно изменял Майя. Поначалу он потерял голову от фигуристки Оксаны Грещук. Майя знала об этом, но прощала и надеялась на то, что муж все же образумится. Однако после окончания романа с Грещук у него начались отношения с Татьяной Навкой, которые не раз прерывались из-за его возвращения к Грещук. Отношения в семье Майи Усовой были наколены до предела, к ссорам и конфликтам подключились даже мамы фигуристов. Они за пару месяцев до Олимпиады в Лилихамере прилетели к детям в США, чтобы поддержать их, а в результате подрались. При этом Жулин постоянно говорил в лицо матери Майи о том, что ее дочь попросту ноль без палочки, без него она ничего не стоит и в результате вообще останется в одиночестве. Майя Усова была совершенно измотана, она каталась буквально на пределе сил и возможностей. Да и Александр Жулин находился из-за постоянных любовных переживаний далеко не в лучшей своей спортивной форме. На Олимпиаде фигуристы заняли второе место, хотя именно они в 94 году были фаворитами зимней Олимпиады. Потом они ушли в профессиональное фигурное катание, а в 98 году расстались окончательно. Семьи у них к этому моменту уже давно не было. Александр Жулин лишь спустя много лет признался в том, что вел себя с Майей Усовой недостойно, часто обижал ее без всякого повода. И восхищался ее мужеством и стойкостью, умением сконцентрироваться и забыть обо всем, что происходило в ней льда. К слову, и сама фигуристка уже давно не таит зла на первого мужа, все ее прошлые обиды давно забылись, и вспоминать об этом Майя Усова не хочет. После того, как Майя Усова перестала кататься с Жулиным, ей предложил стать в пару с Евгением Платовым. Именно с ним выступала раньше Оксана Грещук, основная соперница Майи и на льду, и в жизни. С Евгением Платовым Майя Усова стала чемпионкой мира среди профессионалов и не раз занимала призовые места на престижных международных чемпионатах. У фигуристки всегда было множество поклонников, но судьба, словно посмеиваясь над ней, подарила ей чувство к человеку, который был женат. Имя американского бизнесмена, сыгравшего очень важную роль в ее жизни, Майя Усова никогда не называет. Трижды она пыталась расстаться с возлюбленным, даже искала ему замену. Разлюбить его она так и не смогла, но и попыток увезти его из семьи не предпринимала, не хотела разрушать жизнь ни его самого, ни той женщины, на которой он был женат. И при этом страстно хотела родить ребенка. В какой-то момент желание стать матерью превратилось для Майи Усовой в навязчивую идею, а когда она узнала о своей беременности, была буквально на седьмом небе от счастья. Будущему отцу она не сказала о том, что ждет ребенка, собиралась воспитывать малыша сама, но через два месяца у фигуристки случился выкидыш. Как говорит сама Майя Усова, наверное, ребенок не захотел расти без отца. Майя Усова жила в США, она купила себе роскошный двухэтажный дом в Мальборо, садом и бассейном. После окончания спортивной карьеры она одно время работала вторым тренером в группе Татьяны Тарасовой в США, позже работала тренером с совсем маленькими детьми, была техническим специалистом на соревнованиях. Однажды она прилетела в Москву на чемпионат мира по фигурному катанию и обратилась за помощью к ведущему хирургу отделения спортивной травмы Центра травматологии из-за сильных болей в плече. Профессор Анатолий Орлецкий во время первичного осмотра взял Майю Усову за руку, поднял ее вверх, и фигуристка тут же потеряла сознание. В тот момент она и представить себе не могла, что этот мужчина и станет тем самым, которого она ждала всю свою жизнь. Умный, сильный, властный и при этом внимательный, заботливый и нежный. Он никогда не был женат, но воспитывал сам сына, который жил с ним. О том, что случилось с мамой ребенка, Майя Усова никогда не рассказывала, уверяя, будто сама никаких подробностей не знает. Впрочем, с тех пор, как фигуристка встретила Анатолия Орлецкого, прошлое для нее не имело никакого значения. Майя Усова мечтала о малыше, но несколько лет забеременеть не могла. А в 2010 году фигуристка родила дочь Анастасию. С тех пор она все свое время посвящает семье. Спортсменка прошла через очень многое в своей жизни, но она на самом деле всех простила. Наверное, счастливому человеку очень легко быть великодушным и желать всего самого доброго даже своим обидчикам. В последние годы Майя Усова не появляется в публичном пространстве и не дает интервью. Просто она, наконец, обрела все то, о чем когда-то мечтала.